В Киеве и других регионах Украины с 21 ноября проходят акции сторонников евроинтеграции, недовольных решением Кабмина пристановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. В субботу спецназ МВД «Беркут» разогнал Евромайдан в центре Киева. Эта силовая акция вызвала большой общественный резонанс. В воскресенье в Киеве состоялся многотысячный митинг, закончившийся захватом здания Киевской мэрии и столкновениями протестующих с милицией. Происходили попытки штурма администрации президента. В связи с расследованием дела о столкновениях возле администрации президента на два месяца арестованы 9 человек. Уличные протесты в Киеве продолжаются и в эти минуты. Украинская оппозиция требует отставки правительства и досрочных президентских и парламентских выборов. Здравствуйте, в эфире программа «Абсурд» в студии Александр Вейкер. У нас сегодня в гостях доктор политических наук, профессор, главный редактор журнала «Мир и политика» Эрас Галумов. Здравствуйте, Эрас Александрович. Здравствуйте, Александр. И профессор Европейского института ЮСТа, доктор политических наук Борис Гусилетов. Здравствуйте, Борис Павлович. Добрый день. Ну, вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашей программе. Для этого вам нужно просто позвонить нам по телефону 65 10 99 и 6, код города 495. Вот вы поддерживаете митингующих в Киеве или нет? Какова ваша позиция, уважаемые слушатели? Звоните, высказывайтесь, комментируйте. Или пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы «Абсурды». Так что мы наблюдаем вот сейчас в Украине? Что это такое на самом деле? Рас Александрович. Ну, то, что мы наблюдаем сейчас, если можно сказать слово «наблюдаем», потому что мы не просто наблюдаем, мы... Мы косвенно участвуем. Мы вовлечены в эти события. И вот каждодневно все информационные агентства, российские в том числе, открывают свою ленту из тех событий, которые там происходят. Хотя, на мой взгляд, там ничего такого непонятного не происходит. Все понятно, вы считаете? Все было ожидаемо, и все было... К этому готовилось, и к этому Украина шла. Шла, можно сказать, вот за последний период, и шла еще многие годы. Потому что вот тот, скажем, антироссийский накал, который носят эти акции, ведь это не открытие для нас, для экспертов, для политологов. В течение 20 лет вот эта антироссийская тематика там как бы находила такую благодатную почву, почву. И она периодически выбрасывалась. Вы знаете, даже в советское время, в советское время на Украине были очень мощные антисоветские, антирусские выступления, и в том числе были организации, даже в советский период. Я знаю, потому что жил на западной Украине, я это почувствовал. Ну, на западной тем более. Западная Украина всегда не любила Москву по определению, по своим, так сказать, там, как сейчас можно говорить, цивилизационным внутренним ощущениям. Но вот то, что мы наблюдаем, ничего нового не происходит. Называют это революцией, очередной украинской революцией. Вы знаете, ну... Назвали бы эти события. Любую вывеску можно вывесить. Но дело в том, что на Майдане сегодня собрались такая абсолютно разнородная публика. Там болельщики, футбольные болельщики, там профашистские организации, там действительно есть нормальные какие-то общественные организации. То есть они объединены неким таким порывом сместить действующую власть на Украине. Некий такой внутренний порыв, который присутствовал у нас, собственно, и на Болотной площади, что вот мы сейчас выйдем, нас так много, и в штате власть уйдет. Это первое. И второе, вот то, что там происходит, это такая, знаете, проба силы нынешней власти украинской. Вот Янукович со своей командой, Янукович со своей командой... Кстати, мы вот получали очень много комментариев, в том числе в интернете, в сетевом пространстве и так далее. И очень много наших коллег на Украине, экспертов, они говорят, вы знаете, это не против России вообще. Это как бы вот вдогонку, прицепом. На самом деле мы просто ненавидим вот эту власть, которая сегодня, она коррумпирована. И все эпитеты, которые можно под этим подклад, она плохая. Вы знаете, ничего нового они не сказали. То, что там власть сегодня в любой постсоветской стороне коррумпирована, это даже не открытие, это постфактум. Понятно. Борис Павлович, а вы тоже считаете, что это в большей степени политический кризис внутри Украины? Или все-таки украинская революция, о которой так много говорят журналисты? Ну, если позволить, я бы начал все-таки с того, что мы находимся в Москве, в России. И очень важно, на мой взгляд, определить свою позицию. Тем более, если вы обратили внимание, в последних многочисленных передачах по первому, второму и другим каналам телевидения, многие эксперты выступают и все время говорят, что вот мы должны сказать, что это в интересах России или не в интересах России. И коротко я бы обозначил свою позицию так, что, конечно же, в интересах России, я так считаю, сохранить Украину как соседа, как дружескую страну, с которой хорошие экономические, политические, культурные и другие связи. Но это стратегическая задача. Я считаю, что это очень важно для России, учитывая, так сказать, историческую общность, язык и прочее, прочее. Но, с другой стороны, существуют вещи, о которых мало говорят. Как Россия вот эти 20 лет, о которых коллега говорил, вела себя по отношению к Украине? Да, точно. Ведь то, что происходило на Украине, это же дело рукотворное. Есть Америка, есть Европа, есть Западная Украина, Восточная, есть Россия. Вот вчера была интересная передача Хакамада и Крашенинников, где как раз пытались эту тему поднять, но так, к сожалению, не удалось раскрыть. Я попытаюсь свою позицию высказать, потому что, на мой взгляд, существуют две стороны этой проблемы. Экономическая и, я бы сказал, такая мировоззренческая. Вот когда спорят сторонники, так сказать, Майдана и противники Майдана в России, очень часто одни говорят, что они делают. Они разрушают экономику, Россия перестанет им помогать, и они там разрушатся. Это, на самом деле, в определенном смысле правда, потому что Россия большие деньги вкладывала, и сейчас пытаются этот механизм использовать. Но есть сторонники Майдана, которые говорят, что люди хотят свободы, люди хотят в Европу, где справедливый суд, где демократия, где уважаются права человека и так далее. И получается разговор слепого с глухим. Но, на мой взгляд, Украина как общество, оно связано экономически и мировоззренчески. И, на самом деле, я могу сейчас это показать на разного рода опросах, мы видим, что, конечно же, сегодня большинство украинских граждан, примерно, по разным оценкам, небольшое большинство, 50-55% выступают за то, чтобы сближаться с Евросоюзом и отойти подальше от России. Ну, по крайней мере, не входить в таможенный союз. И это сегодня доминирует. Но, опять-таки, мне говорят, вчера многие говорили, что они с ума сошли, они что творят, они разрушают экономику страны. Ну, вспомни 91-й год, когда разрушался Советский Союз. Ну, тоже же говорили, ребята, вы что делаете, ведь страна распадается, экономика распадается. Но у людей было желание изменить ситуацию мировоззренчески, им надоело это, диктатка ГБ, диктатка ПСС. Они хотели жить в другой стране и не думали в тот момент об экономике. И, на мой взгляд, на Украине происходит то же самое. Большинство людей сегодня думают именно о том, о чем коллега опять-таки сказал, что они не хотят этой коррумпированной власти. Они, к сожалению, и не видят в России вот того позитивного образца, который мы не создали за эти 20 лет. Да, и никто не пытался этого делать. Которому бы они хотели, так сказать, прилинуть. А европейская витрина, она более привлекательна. Это несмотря на кризис, который существует и бродит по Европе финансово. Пример Греции и Португалии, да, то есть никак не останавливают украинцев. Да, вот даже, если можно, я закончу. Да, 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 точно. Вот есть очень интересные данные, да, что еще буквально там полгода тому назад примерно 50% украинцев были за, и там где-то 35-40 против. Причем, естественно, Украина делится, там, значит, Восток в основном все-таки за Россию, Запад против. Но сейчас это поднялось до 55, и эти 5% пришли с Востока. И это показывает, что да, люди, к сожалению, вот в этой истории, которая там произошла, они переходят, вот именно, и берут во главу угла своих вот действий и шагов именно мировоззренческие позиции. Не говоря уже о том, что, конечно же, сам Янукович его команда, ну, вели себя, по крайней мере, странно. Да, они последние полгода агитировали во всех СМИ за то, что нужно подписывать соглашение, вдруг за два дня, за три дня они отошли назад. Ну, и, конечно, люди себя чувствуют просто обманутыми этой же властью, помимо того, что она коррумпирована, помимо того, что она, значит, не уважает свой народ, да, она еще вот просто плюнула ему, как считают многие. Я считаю, что это серьезная проблема. Ну, а вы, как, Руслан Александрович, ваша позиция, вы за, против этой интеграции Украины? Я не могу, сейчас я сформулирую, вообще говорить сейчас за или против, это бессмысленный разговор, потому что вот я согласен с вами, уважаемый коллега и уважаемый Александр, в том, что вот именно, скажем, руководство Януковича, мы сейчас будем говорить об его ошибках. В большей степени виновата в том, что произошло. Довело до этого состояния, то есть, знаете, как, он просто переиграл ситуацию, потому что в данном варианте, ведь, по сути дела, что такое... Давайте мы эту ситуацию как раз разберем сразу после новостей на Финал МФМ, более подробно. 65 10 99 6, код города 495, звоните нам. Как будет развиваться ситуация на Евромайдане и возможно ли такое в России? Понятно, что в России это невозможно, по крайней мере, в нынешней ситуации, но то, что происходит в Киеве, каким-то образом должно отразиться и на российской внутренней ситуации. У меня такое впечатление, по крайней мере. Мне кажется, что этот Евромайдан это начало предвыборной кампании, выборы, которые ждут Украину чуть больше года, практически осталось до выборов. И это уже начало выборной кампании. Здесь идет такая проба сил. Кто, чего, за кого и так далее. Посмотрите, как активно начали выходить кандидаты, те, которые... Проснулись. Да, проснулись. Да, я согласен, что они проснулись. То есть, в основном, вот, все, что сейчас происходит, вот, в той концепции, в той форме, в тех, скажем, ярких красках, которые мы наблюдаем, это все же результат, результат очень серьезных ошибок, ошибок стратегических и тактических. Нынешней украинской власти. Да, Янукович. Я бы даже не брал власть расширенную, потому что власть очень... Именно президентская. ...президента. Потому что он, 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 знаете, он переиграл, он передернул ситуацию. Он очень долго, очень долго, как бы, говорил о том, что мы идем в Европу. Да, да. Пытаясь выторговать у России, у России какие-то, значит, дивиденды, какие-то приоритеты, в частности, цена на газ, о которой сейчас очень много говорят, в том числе вот и в России. И он, вот, он свою партию сыграл очень плохо, неумело, очень грубо. В результате, в результате он довел ситуацию, вы помните, когда, ведь практически против, в течение уже года или полутора лет, окружение Януковича, я имею в виду такое, знаете, олигархическое окружение, люди, которые финансировали его предвыборную кампанию, которая сегодня косвенно стоит у власти, они были против таможенного союза, понимая, что таможенный союз может расстроить их стройную, достаточно сложную, внутреннюю вот эту цепочку, распределение благ и финансовых потоков внутри Украины, это было известно. И они очень долго уходили вообще от темы обсуждения, во всяком случае, такая она была несколько затемненная, мы вроде будем входить в таможенный союз, а вроде и не будем, но мы входим в Евросоюз и так далее. И это был, на самом деле, торг с Россией, а не с Евросоюзом. Он довел до точки кипения к Евросоюзу, когда Россия, собственно, сдалась. И когда мы сказали да, он говорит, ну вот, он сыграл, он достал свой козырь и сказал, ну тогда я не подпишу. Понятно. Это было, ну это было, это просто, понимаете, это уже такое жульничество, мошенничество, как угодно это можно назвать. Вот все и возмутились. Вот, я еще раз напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в студии доктор политических наук, профессор, главный редактор журнала «Мир и политика» Эраст Галумов и профессор Европейского института ЮСТа, доктор политических наук Борис Гусилетов. И к нам присоединяется сейчас Олег Бондаренко, директор Российско-Украинского информационного центра из Киева. Олег, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте, слышу. Ну а вы как прокомментируете то, что сейчас происходит на Евромоэнерге? Что происходит вообще сейчас у вас в Киеве? Потому что, когда я общаюсь с друзьями, родственниками, которые проживают на Украине, они просто очень говорят, это революция, даже не так, они говорят, это борьба миллиардеров с миллиардерами. Вот как они, вот как они, вот как украинцы воспринимают, ну по крайней мере тех, кого я знаю, то, что происходит в Киеве. Да, и не только в Киеве, в других регионах страны. Что вы можете сказать, Олег, нам? Ну знаете, действительно, вот как коллеги правильно говорили, Янукович заигрался, и, в общем-то, наверное, это самый неудачный из всех президентов Украины за время ее независимости, за время ее современной истории. Потому что вся его политика была построена исключительно на шантаже. Вначале это был шантаж Москвы, потом шантаж Евросоюза. А вот сейчас мы видим последствия шантажа Евросоюза, когда министры иностранных дел различных государств Европейского Союза, присутствующих в Киеве на заседании АБСЕ, они между этими заседаниями заезжают на Майдан, говорят, там какие-то речевки. Да, немецкие были. Политическими заявлениями поддерживают всяческие мятежников. А отношение к тем людям, которые сейчас находятся в центре Киева, действительно, как к понаехавшим мятежникам. Потому что это, ну, во-первых, надо понимать, что весь центр Киева сейчас ужасно загажен. Алло, алло, Олег. Да, и киевляне от этого страдают. Вы меня слышали? Да, слышим, теперь слышим, слышим, говорите. Да, я говорю о том, что киевляне страдают от большого количества мусора и людей с низкой культурой, которые приехали в Киев, которые сейчас находятся в центре города. Ослужнено значительно и дорожное движение, и, в общем-то, там не очень комфортно находиться. А вот, что же касается борьбы миллиардеров с миллионерами, действительно... С миллиардерами. Надо понимать, что... Это, понимаете, это оранжевая революция была, борьба миллионеров с миллиардерами, как говорят украинцы. А вот теперь это миллиардеры с миллиардерами. Надо понимать здесь одну простую вещь. Сейчас в окружении Януковича развернулась борьба внутриэлитная, борьба кланов, борьба олигархов. Да, есть довольно известный олигарх Дмитрий Фиртус, с которым связывается глава администрации президента Сергея Левочкина, который был полностью заинтересован в такой евроинтеграции Украины, в отписании известного соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. И сейчас он представляет уже не только себя, но и ряд других бизнесменов, которые значительно больше смотрят на Запад, чем на Восток. И в то же время в окружении Виктора Януковича сейчас есть довольно мощная его, наверное, самая близкая ему группа под названием «Семья», возглавляемая его старшим сыном, которая в данной ситуации борется за новые и новые ресурсы. Сам же Виктор Янукович является заложником этой борьбы, заложником олигархов. Он пытается, конечно, подыграть группе своего старшего сына, но делает это часто довольно неумело. И, по крайней мере, здесь, внутри страны это чувствуется. Ну, я так понимаю, что когда Россия сказала, что мы согласны на евроинтеграцию, Янукович пошел... Ну, Россия никогда не говорила, что согласна на евроинтеграцию. Ну, косвенно. Да, мы против. В средствах информации... Ну, Россия как-то опосредовалась. Да, опосредованно. Это все-таки звучало. Звучало. Это выбор украинского народа. То есть, между сроками мы это могли прочитать. Я не знаю, насколько кто-то из украинских коллег согласен или нет. Я не знаю, Олег, вы согласны с этим или нет? Чувствую по вашему высказыванию, что нет, скорее всего, да? А вы знаете, тут надо разделять Россию настоящую и Россию восприятия украинцев. Это две большие разницы. Да, это две разные... Это тот образ, который лепился 20 лет. Потому что та Россия, которая есть в сознании украинцев, в большинстве своем, это такая империя, которая хочет обязательно Ридну Нэньку покорить, всячески ее, значит, задушить в старшебратских объятиях и так далее, и так далее. И, в общем-то, это абсолютно ничего не имеет с той реальной Россией, которая есть. Которая не может задушить, собственно, сил не хватает. Из официальных лиц. Все равно Украина будет воспринимать Россию в таком качестве. А с нашей же, российской стороны, я могу сказать только то, что самая большая проблема, которая у нас была, это отсутствие позитивного имиджа тех предложений, которые мы делали. Отсутствие позитивного имиджа таможенного союза, единого экономического пространства, организации договора о коллективной безопасности. Нам очень не хватает вот этой красивой обертки, красивых предложений и ценностей, которые мы можем предложить Украине. Все-таки ни одним газом и ни одними экономическими показателями меряется. Нет, это бесспорно. Россия проиграла информационную войну, проиграла Евросоюзу, проиграла НАТО, потому что вот как раз коллега сказал, что действительно вот этот образ России, он до сих пор, он не просто рассыпался с того периода, он культивируется, культивируется. Образ некого монстра, огромной державы, которая воссоздает империю. И вот роль такого младшего брата, она не нравится, собственно, никому в этой жизни. Тут еще, извините, один момент, на мой взгляд, немаловажный. Европа, в данном случае, в случае Майдана, она давала Украине некий миф. Миф о европейских ценностях, миф об открытых границах и так далее, и так далее. О чем говорили российские товарищи? О том, что вот давайте сейчас мы снизим цены на газ, вот давайте мы впустим вас в осуществление оборонного заказа, там на какие-то безумные десятки миллиардов долларов и так далее. То есть это абсолютно разный язык донесения этих месседжей. С одной стороны, это мифы, это ценности, это все белые пушистые. С другой стороны, с нашей стороны, российской, это некое, ну, на мой взгляд, довольно брутальное и циничное предложение. Олег, почему Россия может предлагать то, что она может дать? Никакие демократические ценности, к сожалению. Олег, большое вам спасибо за то, что присоединились к нам. Это был Олег Бондаренко, директор Российско-Украинского институционного центра из Киева. Да, да. Я бы хотел как раз вернуть опять наш разговор с темой борьбы миллиардеров с миллиардерами, хотя в политике это очень важно, отношение элит очень важно. Но вот, на мой взгляд, Янукович проиграл еще и потому, что он как раз думал, что он будет как бы на этой площадке все решать вопросы. И вдруг эти ребята сотни тысяч высыпали на Майдан. Но я бы хотел вернуться к России. Вот есть интересное исследование, как россияне относятся к Евросоюзу. Хотят они в него вступать, не хотят. Потому что это тоже, на мой взгляд, очень важно. Это исследование показывает, что сегодня 38% россиян выступают за сотрудничество, сближение с Европейским Союзом. Там, правда, среди 38% есть люди, которые считают, 22% считают, что надо в ближайшие 5 лет, там, часть, что подольше. Это имеется в виду Россия с Евросоюзом. И только 40% считают, что мы с Евросоюзом не должны сотрудничать. Это тоже важный момент. Второй очень важный момент. Как россияне относятся вот к этой истории с Украиной, да? Оказывается, это данные Левада-центра недавние. 49% считают, что это внутреннее дело Украины. 3% считают, что это правильно. И только треть считает, что это плохо. Мы продолжим этот разговор сразу после новостей на фигуру. Итак, как будет развиваться ситуация на Майдане, Евромайдане, как его сейчас называют. У нас в студии, еще раз напомню, доктор политических наук, профессор, главный редактор журнала «Мир и политика» Эраст Галумов и профессор Европейского института Ю-100, доктор политических наук Борис Гусилетов. Расск, Александр, вы хотели что-то добавить? Я хотел, вот главная тема, которая витает вообще в обсуждении украинской темы, это вообще виновата ли Россия, роль и место России вообще. Мне кажется, что здесь Россия виновата, и не просто виновата, это еще вот все, что происходит и будет происходить на Украине, это достаточные наши издержки вообще в отношениях с Украиной. Ну, первое, мы говорили с коллегой из Украины, что мы проиграли информационную войну. Это первое и очень важное. Мы почему-то вспоминали об Украине только тогда, когда там что-то происходило. А как ни странно, вот эти все, скажем, информационные программы, как сейчас принято, пропагандистские и так далее, они долгосрочные. Надо вести эти программы постоянно. Надо всегда было видеть Украину рядом и вместе. Слушайте, у нас нет даже института, который занимается проблемами. У нас есть институт СНГ, да, но это так, значит, политически. Вы понимаете, мы все время Украину то приближаем, то отталкиваем. То приближаем, то отталкиваем. Когда тебя, знаете, вот там любимая девушка будет, значит, все время то разрешать себя поцеловать, а потом отталкивать, то вот то, что сейчас происходит, результат такой нашей российской политики. И даже этот Евромайдан, который мы наблюдаем, это тоже наша политика. Почему? Потому что долгое время мы отказывали Украине вообще в обсуждении проблемы, этой газовой проблемы, которая существует. И мы говорили, нет, прагматические интересы России, нет. И Украина так медленно-медленно шла в Евросоюз. Потому что мы говорили, нет, нет, нет. И вдруг перед самым вступлением, знаете как, из колоды достали такие козыри и бросили на стол Януковича и Камады, когда они увидели цену на газ, когда они увидели оборонные заказы, у них просто волосы зашевелились. То есть до последнего момента довели и за неделю на стол кинули просто гигантский куш, о котором Украина, раньше надо было это делать. Раньше спокойно надо было выводить, а не доводить. Это такое впечатление, что карточные игроки собрались за столом, а не политики, которые должны думать о будущем, смотреть вперед. И вот когда этот куш был выброшен, волосы зашевелились у команды Януковича. Они говорят, боже, так давайте считать. Они же просили у Украины 160 миллиардов, Украина дала 1 миллиард всего. Евросоюз. То есть я оговорился, да, все Украина, Украина. У Евросоюза просили 161, а тут Россия выкидывает десятки миллиардов. Если не под сотню миллиардов, тот самый блок предложений от России, ну тут, знаете, даже самый сильный политик пошатнется. Почему раньше нельзя было сделать хорошее, интересное предложение для Украины? А потому что все вот такие игроки у нас. Все игроки, все прагматики. Мы вспоминаем об Украине только тогда, когда петух уже клюнет, понимаете? А нужно вести повседневную, многолетнюю, стратегическую, информационную, экономическую, социальную политику на постсоветском пространстве. Ничего за один день. И как выясняется, даже крупными ресурсами, те, которые были брошены сейчас в топку, они не привели ни к чему, кроме того, что мы сейчас имеем, понимаете? И сейчас Россия в этой ситуации, в которой сейчас оказался Янукович, она вряд ли реализует свои программы по отношению к Януковичу, потому что сегодня Янукович с каждым днем и каждым часом становится хромой уткой. Причем это мы его вогнали в эту ситуацию. Притем при всем, что его президентство достаточно вызывает много вопросов, очень много эмоций, потому что мы ожидали от него, конечно, больше. Он весь период своего президентства играл то вправо, то влево, то евросоюз. Но он такой игрок, понимаете, прагматик. Вот это беда, когда вообще руководство стран поручается прагматиком, а экономистам, а не политикам, которые бы видели вообще будущее наших стран. Если позволите, я закончу с цифрами, чтобы потом поговорить. Я вот как раз хотел. Это не важно. Вот еще одно исследование показывает, что сегодня только 26% украинцев считают, что между Россией и Украиной дружеские отношения, а 55% враждебные или натянные. Результат. Это результат. Год назад ситуация была противоположной. 55% считали, что хорошие и 22% плохие. И еще очень важный момент, что сегодня среди молодежи 65% выступают за сближение с Евросоюзом. Хотя и в старшей группе их 50%. То есть мы проиграли еще и молодежь, то есть будущее. А почему это произошло? Коллега много об этом сказал, но я бы еще отметил, что не только власть, но и наша элита ведет себя очень странно. Вот я в понедельник смотрел передачу «Политика» на Первом канале. Там выступал один известный в прошлом теле, сейчас радиожурналист с украинской, кстати, фамилией. И вот когда один украинский коллега ему говорит, ну, ребята, отстаньте от нас, займитесь Дальним Востоком, где у вас 5 миллионов осталось. Что вы нам 10 миллиардов предлагаете? Вложите их туда, в своих людей. Что он ему ответил? Мы займемся Дальним Востоком, а пошлем туда вас работать. Это гениальный ответ. Это гениальный ответ. Вот вы говорите институт. Можно сказать, что 100 институтов, и выйдет один вот такой журналист. Это из фразы, так сказать. Это говорит о том, что это несбалансированная информационная политика, когда такие факты прорываются на информационную олимпу. Пойдемте дальше, да. Как себя мы вели вот по отношению к Украине, вот когда начались эти колебания, да, когда вдруг мы запретили продукцию Рошана, там, человек, который за этой компанией стоит, господин Порошенко, не последний человек на Украине, да, ему отрубили, значит, конфеты. Что он сказал? Ну, ребят, я продаю конфеты по всему миру, и вдруг в России они оказались, так сказать, ядовитыми и некачественными. Не смешите мою бабушку, да, мои тапочки. Потом, когда, значит, вдруг мы остановили грузопоток через таможню, через границу России и Украины по вине нашей таможни. То есть мы ведем себя на самом деле вот как-то полубандитски, да, так сказать, не ухаживаем за девушкой, а, так сказать, просто заставляем и требуем. Совершенно точно. И поэтому, да, и я не говорю о другом, что наш образ там, да, вот я просто по себе могу сказать, я езжу на работу по Кутузовскому проспекту, вот сегодня ехал с утра, да, и опять кавалькада машин с огоньками, значит, мчится мимо нас. Я сразу вспомнил Евгения Евтушенко, тоже русско-украинского поэта, который писал там в Братской ГЭС, что едет пьяный Жев Шев, жандарман с Азо и Родочкой Ветров, швальпасконное ожидание, прочь с пути, сигайте в ров. Это было описано России начала 20 века. Я еду по России начала 21 века. И те же ребята, так сказать, та же швальпасконное ожидание, прочь с пути, сигайте в ров. То есть менталитет нашей элиты, он совершенно не изменился. И, конечно, вот этот образ для украинцев, для белорусов, где ситуация тоже происходит в этом направлении, для молдаванцев, он тот же самый. Поэтому я думаю, что проблемы во многом в нас. Мы должны не просто вести информационную политику в отношении Украины, мы должны в первую очередь менять свой собственный имидж. Чтобы было привлекательным. Ну, естественно, но я немножко поспорю с вами, потому что, вот как ни странно, как ни странно, если анализировать отношения России и Украины, мы должны сказать, что есть еще отдельные отношения России и Белоруссии. И там вот эти отношения, российско-белорусские отношения, сломать пытались очень многие, и политики, и предприниматели, и так далее. Но там оказался сильный лидер, мощная фигура, которая не позволила уйти от этого позитивного тренда объединения. Сегодня вы совершенно спокойно едете в Белоруссию, в Минск, как в Москву, переходят товары, заезжают и так далее. Кто выигрывает от этого? Да, если посчитать в цифровом варианте, то на первом этапе, да, мы какие-то несли издержки. Но в целом два братских народа, объединенных общей культурой, я сейчас говорю таких о цивилизационных... Говорящих там на языке, фактически. Да, но это большое удобство. Вот посмотрите, что сейчас происходит на Украине. Мы действительно ввели безвизовую зону, но товары мы все равно не можем свободно перемещать через границу. Мы каким-то образом тормозим взаимное экономическое сотрудничество. В частности, вот эти, как вы сказали, конфеты и так далее. Это на протяжении 10 лет можно привозить сотни примеров, как мы останавливали или пытались решить свои политические проблемы с Украиной через вот господина Онищенко. Не к месту помянуто его имя. Это был некий индикатор для нас, для всех, особенно для журналистов. Да, и мы сейчас наблюдаем, как активная часть, в том числе молодежи, которую вы сказали, что 55%, абсолютно искренне хотят попасть работать в Евросоюз, где все же Европа гораздо привлекательнее. Она яркая, комфортная, чем заснеженная Москва. И отъехав от Москвы там на 200 километров, вы совершенно в другой стране оказываетесь, как ни странно. Так вот, это молодежь, которая имеет совершенно прагматические какие-то... Вот если мы вступим в Евросоюз, я поеду в Берлин официантом работать. Я готов, как ни странно, там мести полы, но в Европе. У нас, вот цифру вам приведу, около 4 миллионов украинцев работают сегодня в России. И примерно чуть меньше на Украине, в Евросоюзе. И эти цифры перекрывают себя. Действительно, вот лично для меня, когда спрашивают, что ты критикуешь или как-то комментируешь эту ситуацию, вот лично я с удовольствием езжу на Украину. Просто я люблю эту страну, у меня там очень много друзей, я там учился в свое время. Вот вступи она в Евросоюз через, там, не знаю, через 5 лет, да, как в соответствии с этим соглашением. То есть мне будет необходима виза, то есть посольство и так далее. Мы знаем, что сегодня тяжелее всего получить визу, знаете, в какие страны? Вот тяжелее всего. Тот же визу Евросоюз через Прибалтик. Вот там действительно контроль, виза выдается одноразово на одну поездку, да. Вот крупные, пробовал десятки раз, крупные страны, Германия, Европа, 3 года, мультивиза и пожалуйста. И мы не хотим, чтобы наша вот страна, братская, еще раз говорю, братская страна, я не объединяю. Вот многие пытаются объединить, вообще мы одно, мы один народ. Нет, мы не один народ. Вот надо сказать, что мы все же народы. Это украинцы, это россияне. Мы не один народ, но мы братские, мы друг друга любим. Мы говорим на одном языке, хотя иногда не понимаем друг друга. И вот лично мне это совершенно, ну как бы, вот лично мне не хотелось бы, лично мне не хотелось бы, чтобы, во-первых, был визовый какой-то барьер, во-вторых, чтобы это уже стало какой-то заграницей и так далее. Вот я говорю о своем мнении. И большинство россиян видят эту проблему, исходя, очень много родственников, очень много смешанных семей. И с той стороны, и с этой. Представляете, практически разделить, причем визы, я считаю, что в ближайшее время Россия не получит свободного доступа в шенгенскую зону, как бы мы этого не хотели. Одна цитата. Евроинтеграция Украины выгодна России, ведь она прокладывает путь и к европейскому будущему для россиян. Такое мнение высказал один из самых известных американских аналитиков, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности, Збигнев Бжезинский. Очень известный человек. С этим можно, кстати, поспорить. Почему? Потому что, я, кстати, насчет Белоруссии хотел бы просто уточнение кратко сделать, мы немножко отвлеклись с моей подачей. Я говорил о том, что сегодня в общественном сознании Белоруссии как раз число людей, которые являются сторонниками больше интеграции с Россией, падает. Это очевидно, потому что те, кто хотят в Европу, естественно, они не хотят с нами быть. А те, кто хотят, так сказать, чтобы мы жили в едином государстве, была бы серьезная дисциплина, им, конечно, ближе Лукашенко, но никак не мы. Поэтому там тоже идут эти процессы очень непростые. Я бываю в Белоруссии очень часто и вижу, что число, так сказать, сторонников сближения с нами, оно все время падает. Хотя хорошие отношения, да, но никак не союзное государство, никак не серьезное сближение и объединение. А почему я считаю, что Бжезинский не совсем прав? Потому что все-таки Россия, конечно, самодостаточный игрок, она должна сама прокладывать. И будет или не будет, это уже будет решать руководство, дорогу в Европу. Я вижу только одно. По-моему, в 2006 или 2007 году закончился договор, соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. И вот 6 лет мы не можем перезаключить этот договор. Действует старый договор, но это тоже очень серьезный показатель. Я знаю коллег, которые работают в нашем посольстве в Брюсселе при Евросоюзе, они там стараются все это сделать. Но мы видим, что нет политического желания и интереса. Несмотря на то, что я привел цифры, что почти 40% россиян за это. Я уже не говорю о том, что Европейский Союз наш ведущий торгово-экономический партнер. Но наша политическая элита не хочет этого сближения. Это серьезный процесс. Я считаю, что он должен быть долгосрочным. Конечно, Россия вступить в Евросоюз не может еще много лет, потому что мы почти равновели. Она первая вступит в Евросоюз. Как ни странно, Украина в данный момент реформировала свои все силовые органы. То есть спецслужбы как раз под Европу. Я вас уверяю, что российские силовые органы никогда себя не подстроят под европейскую модель, потому что они потеряют влияние. 65-10-19-6, город А495. Мы продолжим разговор о Евромайдане сразу после новостей на Финамофе. Я еще раз напоминаю, что у нас сегодня в гостях доктор политических наук, профессор главный редактор журнала «Мир и политика» Раст Галумов и профессор Европейского института ЮСТа, доктор политических наук Борис Гусилетов. Мы продолжаем разговор о том, что происходит на Украине, о взаимоотношениях Украины с Россией, о будущем России, если вдруг Украина подпишет и будет евроинтегрирована, скажем так. Также приглашаем вас, уважаемые слушатели, позвонить, задать свои вопросы или высказаться по телефону 65-10-19-6, код города 495. Или пишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Абсурды». Но вот я выписал для себя мнение одного украинца, который написал в интернете свое отношение к тому, что происходит. «Хотел бы я жить в той нищете», — он пишет. «Однако не пойму, вам какое дело, где хотят быть украинцы? Вы себе потихоньку хлебайте щи лаптями, а мы пойдем вперед к цивилизации». Сергей Горбатюк. — Мнение и решение, на мой взгляд. Вот мы как раз в этой ситуации проигрываем. Вы знаете, сейчас идут дискуссии, в том числе вчера, то, что мы наблюдали у Соловьева, разговор о том, что действительно, вот посмотрите, есть заговор какой-то европейский о том, что Украину вовлекают в Европу, что финансируется Майдан и так далее. И я задаю себе вопрос, а почему мы этого не делаем? Почему мы не пытаемся создавать позитивный имидж? Мы хотим сказать, ну что вы такие идиоты, вы не видите, что у нас хорошо, либо мы больше платим? Это надо объяснять, это надо говорить. И там действительно работают институты. Есть информационное бюро НАТО, о котором вчера говорили. Оно действительно есть, оно действительно агитирует людей, что в НАТО хорошо. Есть огромное количество информационных структур Евросоюза, которые в течение многих лет работали на территории. И в регионах, и в результате, а мы, знаете, мы так вот грубо, как в посудной лавке пытаемся сказать, ну как же вы? А вот так, вот мир таков, мир сегодня информационный. Всем надо понимать, что... И конкурентный. И конкурентный. Слушай, вот хорошее слово, конкурентный. И мы должны были вступить в эту конкуренцию с Евросоюзом, с американцами, и тогда мы бы на равных решали какие-то задачи. Мы не хотим вступать в конкуренцию, в априори считая, что это именно так, потому что мы так решили. И вот я, с одной стороны, поддерживал вчера Хакамаду, она говорила, и с другой стороны Крашенинникову, которая действительно... Она рассказывала очень многие правильные факты. Кстати, телезрители голосовали за нее. Но вся наша беда, что мы не конкурентны в этой среде. Мы информационно ослаблены сегодня. Все наши информационные агентства, огромный аппарат внешнеполитической информации, он сегодня не работает и не действует. Ни Россотрудничество, которое там тратит бюджетные деньги, в результате выпускает три брошюрки на украинском языке, которые во Львове просто сжигают там где-то, понимаете? Мы сегодня должны говорить об этом. Мы так потеряем все постсоветское пространство. Как мы его фактически потеряли. Если мы хотим, конечно. Даже Казахстан уже так посмотрит на нас. Вы знаете, вот наиболее честная политика в этом отношении, скажем, по отношению к Прибалтике. Прибалты отделились. В течение 20 лет они самостоятельные. Вот я очень люблю Прибалтику, очень много друзей, и мне там нравится жить и даже отдыхать. Вы знаете, 20 лет прошло. Вот они отмечали 20-летие своей независимости. Уже за 20 лет их Россия не трогала, не торкала, ну совершенно не присутствовала. И теперь все, что там произошло за 20 лет, это достаточно длительный исторический срок. Они могут относить только к себе. И вот националисты, национально ориентированные там политические силы, они придумали очень интересную такую модель. Они говорят, вы знаете, мы действительно ничего не добились. То есть за 20 лет у нас все вообще стало... Рухнуло. Рухнуло. Мы потеряли там рынки, Европа нас... Молодежь уехала. Да, мы же стали жить хуже. Притом мы независимы. Но в чем причина? А причина-то была в том, что наш менталитет, наше желание работать был исковеркан в советский период. Так все равно как бы свалили нас. Вот если бы вы в свое время по отношению к Украине ввели бы сейчас такую же политику, ребята, вы свободны, делайте все, что хотите. Сейчас бы был бы обратный процесс. Они бы посмотрели, как живется в Евросоюзе. Они бы почувствовали вообще, что есть, что... И вот знаете, вот эта европейская волна, я, честно говоря, с другой стороны так думаю, пусть она захлестнет Украину. Почувствуют все на своем кармане. На своих огородах все почувствуют. Потому что посмотрите, как Прибалтика, которая исконно даже в советский период были рыбными странами. И вот в той же Юрмале, побережье Балтийского моря, где были уже в советский период вот эти кораблики, которым рыбу ловили, испокон веков там были рыбаки. Все это распилено сегодня Евросоюзом и запрещено людям промышленно добывать рыбу. Почему? Потому что идет рыба из Норвегии, централизм. Вот Украину это все ждет. Ждет развал фермерства, сельского хозяйства. Все это их ждет в Евросоюзе. Так надо было им дать эту возможность. Давно подтолкнуть их туда. И уже бы сейчас они бы, они не просто бы полюбили Россию. Не просто полюбили. Это тоже шантаж, по большому счету. Ну, вот как сказал вот сейчас ваш слушатель, сказал, ребята, ну оставьте, оставьте, дайте возможность украинцам самим попробовать. Они же не пробовали. Пусть они это сделают сами, это их выбор. И мы все должны уважать. Россия в этом отношении самодостаточная. Да, это несколько будет экономически, с одной стороны, и выгодно, и невыгодно. Но старта была же на таможенный союз. Украина должна быть... Вы знаете, по сути дела, таможенный союз возрождал новый мощнейший экономический эпицентр. Центр, который вызвал бы притяжение у всего региона. Конечно, вот вчера говорили, американцы в своих доктринах этого не хотят. Конечно же, не хотят. Ну, это не открытие, это, конечно же, это не заговор. Они официально говорят, мы не хотим, американцы, чтобы где-то в мире появилось какое-либо государственное экономическое образование, впоследствии конкурирующие с нами. Ну, нормальное абсолютно желание страны, доминирующей в мире. Вот мы должны тоже для себя проводить такую же прагматичную политику и смотреть не вот в какие-то краткосрочные перспективы, но смотря несколько вперед, что ждет Россию, где есть наши стратегические интересы, где тактические интересы, где Китай. Мы все время дергаемся справа налево, сверху вниз. То мы в объятия Китаю, то снова вдруг опять идем в Европу. Вот отсутствие нашего внутреннего, нашей внутренней, скажем, национальной доктрины, в том числе в экономике, в геополитическом пространстве, приводит к тому, что мы сейчас имеем, скажем, по отношению к Украине. Если можно, я бы хотел и поспорить, и в чем-то и согласиться. Во-первых, вот то, что я говорил в начале передачи, что у любого явления геополитического есть экономическая основа, есть мировоззренческая. И вот когда я говорил о том, что мы шесть лет маринуем новый договор с Евросоюзом, как раз это связано с тем, что мы всегда считали, что Евросоюз наш торговый партнер, и все хорошо. Но в последнее время мы видим, что с началом добычи сланцевого газа в Америке, когда она перестала его импортировать, конкуренция увеличилась. И уже Евросоюз не чувствует себя столь зависимым от нас. И они все больше и больше говорят, ребята, давайте, если дружить, так давайте мировоззренческие вопросы включать. А мы этого категорически не хотим. А это как раз ведь отсутствие мировоззренческого подхода, это как раз отсутствие вообще стратегии и понимания, куда должна страна и общество развиваться в целом, а не просто торговать. Второй момент связан и с Таможенным союзом. Здесь, с одной стороны, да, там есть какие-то позитивные моменты, но есть исследования, которые показывают, что, к сожалению, на постсоветском пространстве, в том числе на пространстве Таможенного союза, доминирует в основном Россия, и доминирует она исключительно за счет продажи нефти и газа. А все, что касается торговли другими, там, ширпотреб, машиностроение, это либо Китай, либо Евросоюз. И поэтому это тоже как бы толкает эти страны к тому, что они же не хотят просто, так сказать, покупать. Ну, не совсем так. Нет, но это есть исследования, я могу их привести, которые показывают, что это на самом деле так, к сожалению. И в азиатском регионе, и вот здесь мы не можем торговать ничем, кроме нефти и газа. Это доминирующе занимает положение. Но потреблять мы можем белорусские и украинские товары легко. Давайте послушаем Антона, который к нам дозвонился. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Да, если можно коротко, вашу позицию или вопрос. Да, вот вы знаете, позиция, да, моя позиция такая, что все наше правительство, и президент в том числе, пытается запихнуть осьминога в котомку. Знаете, как раньше бабушки с бутылками ходили с дырявыми. Они одну щупальцу затащивают внутрь, а остальные выскакивают наружу. Поясните, что вы имеете в виду, да. Ну, вы представляете себе, да, сетку? Да. Если в нее попытаться запихнуть осьминога, то у него все лапы будут вылезать из этих дырочек, которые есть в этой сетке. Но осьминог остается в сетке. Ну, а осьминог, да. Но не факт, что он там весь, да. Поэтому мы не можем его всего удержать. Понятно. Вопрос один. А зачем Россия, полноценная страна, у которой есть все необходимое для того, чтобы развиваться, для того, чтобы двигаться самой вперед, не с кем-то, не кого-то зазывает и уговаривает, что вот мы такие хорошие, да. Зачем вообще вся вот эта политика внешняя нужна, если она практически... Вы имеете в виду по отношению к Украине то, что сейчас происходит? То есть не надо вмешиваться, пусть будет... Я имею в виду по отношению ко всем. Если мы похожи, знаете, как Задорно в своем случае сказал, на ангелочка. Все улыбаются, самому одеться невыше, при этом вооружен до зубов. Спасибо, Антон, спасибо за вопрос. Я отвечу, можно сказать, ну, если мы говорим в стратегическом понимании, то мы в этом данном случае, украинский вопрос, это вопрос нашей национальной безопасности, потому что сегодня Украина входит в Евросоюз, этот процесс может быть достаточно скоро, она параллельно идет в НАТО, и натовские части как бы выстраиваются уже непосредственно там от наших границ. Это одна позиция. Вторая позиция, как бы, которая говорит, что мы должны вообще сближаться с Европой, разоружаться и быть такими пушистыми, нежными и так далее. Вот истина где-то посередине, потому что мир не так сегодня, скажем, позитивен, как кажется многим нашим политологам, желающим, чтобы Россия стала европейской страной. Мне кажется, мы где-то посередине должны быть. Буквально пару слов. Я хочу сказать, что как раз нам, на мой взгляд, нужно самим определиться, с точки зрения мировоззрения, что за образ страны мы хотим создать, и не обязательно, на мой взгляд, сближаться с Евросоюзом, дружить с Украиной и при этом разоружаться или сооружаться. Страна должна быть привлекательной и интересной. Спасибо. Спасибо.